Как сохранить семью в современном обществе? Как на семью влияет карма её членов? Понимаете, если у близкого человека наступает такой период, что его крышу сорвало, он начал гулять, это ваша карма, это не его карма. Так влияет на семью карма. Понимаете, у него есть свобода выбора, гулять или нет. Но ему не гулять будет очень тяжело. Люди могут это делать, если у них есть духовная сила. То есть мы можем победить карму плохую, если у нас есть духовная сила. Но если у нас нет этой силы, мы не победим. Поэтому чего мужика обвинять в том, что он начал гулять, если из меня самой исходит эта сила, которая заставляет его гулять? Если бы вы эту картинку всё видели, вы поняли, как это всё действует. Понимаете, нет? Этот мир хитро устроен очень. Неверственные люди считают близких людей причиной своих страданий. В основном вот эти все записки так написаны. Я мягкая и пушистая, он скользкая и вонючая, что делать? Или я мягкая и пушистая, она скользкая и вонючая, что делать? Ответ такой. Сначала начни молиться, и ты поймёшь, что не ты мягкая и пушистая, а ты скользкая и вонючая на самом деле. И поэтому так всё получилось. А он, если бы был мягкий пушистый, он бы смог победить твою судьбу. То есть он такой же получается. Но вы, как бы, достались друг другу. Умные достаются в умным, а я досталась тебе. Понимаете, это первый шаг в победе над судьбой. Это признание своей судьбы. Признание. То, что на самом деле есть, надо признаться себе в этом. Надо открыть глаза на жизнь. Как сохранить семью в современном обществе? Ничего не бойтесь. Ничего не бойтесь. Не думайте, что человек, который встал на путь истины, он будет побеждён судьбой. Это невозможно. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Если вы встанете на правильный путь жизни, судьба будет всегда защищать вашу жизнь. Она никогда не даст возможности ей разрушиться. У меня есть сейчас одна знакомая девушка. У неё так случилось в жизни, что он, несмотря на то, что он тоже занимался духовной практикой, он начал гулять. Так судьба её сложилась, что начал гулять. И она молитва смогла её победить. Она начала молиться, и мужа начала восхищать назад. Это неизбежно, понимаете? Или если он уйдёт, всё-таки Бог ей даст ещё лучший человек. Я таких примеров тоже тысячу знаю. Никогда не бывает так, что человек идёт правильным путём, и он заканчивает поражением. Такого не бывает. Понимаете, вы просто не узнаете, как устроен этот мир. Этот мир не имеет ни тени, ни справедливости вообще, ни тени. Просто мы не знаем, лабиринт судьбы очень сложный. Мы не знаем, где выход. Я могу теоретически раскладать, расложить это всё, но вы не поверите. Всё равно не поверите. Почему? Потому что вера приходит отсюда, через свою молитву. Я могу свои молитвы разложить, но вы не поверите чаще всего. Почему? Потому что вера должна, это сам человек должен экзамены сдать. Я могу почувствовать, потому что если я сдал этот экзамен, я почувствую, как другому сдавать. Или я, если не сдал, допустим, я не почувствую. Но я могу примерно сказать, как сдавать. Потому что у меня есть наставник, духовный учитель, который меня уже 20 лет учит. Есть какой-то опыт. Нужно ли менять фамилию жене? Или не обязательно? Я беру записки, знаете почему? Самый лучший способ эту тему объяснить – это практика. Нужно ли жене менять фамилию? Зачем жена меняет фамилию? Сейчас вам объясню одну вещь важную. Смотрите. Есть очень тонкий механизм, как разрушается семья. Этот тонкий механизм заложен в женщине. Потому что мужчина, он находится под влиянием женщины. Понимаете? Семья создается женской энергией любви. Из женщины исходит любовь. Она хочет быть любимой, а он хочет любить. В результате они как бы совпадают в этом. Правильно? То есть все совпадает. Семья создается… Вы не обиделись на меня? Простите меня. Прости, вместо прощай. Я скажу в этот раз, что процветник богатский. Оставайтесь на лекции. Я неправильно сказал. Вы хороший человек на самом деле. Это я плохой человек. Смотрите, есть тонкая вещь такая, что женщина, когда она замуж выходит и думает, я могла найти себе и получше. Так как женщина – это сила, от нее исходит энергия, сила. Мужчина, когда он… Почему женщина рядом остается? Какой тонкий механизм? Он смотрит на нее и видит вот эту силу верности. Она очень сильно, даже это слово подкупает, неправильно. Она просто парализует мужчине, всякую возможность думать о другой женщине. Просто парализует. Потому что вот это вот чувство «я хочу жить с этим человеком». Естественное чувство для женщины, оно обладает огромной силой. Потому что мужчина, когда видит такой взгляд, он думает, мне больше ничего не надо. У него падает желание искать что-то другое, потому что это чувство, оно является самым дорогим для мужчины. Потому что мужчина больше всего на свете хочет верности. Он думает, что он хочет красоты, каких-то интересных признаков женщины. Это так кажется внешне сначала. Но когда он видит глаза, черные глаза, ну то есть он видит вот эти глаза, которые верны полностью, то он уже не может думать ни о ком другом. И это может всю жизнь так деться. Просто женщина совершает последнюю сердце. Я буду всегда верна этому человеку. И даже если мужчина, он нечаянно среагировал на взгляд, потому что не среагировать практически невозможно, веды говорят, что только абсолютно безгрешный человек, мужчина, не среагирует на женскую красоту. Когда человек святой, он не реагирует на женскую красоту. Все остальные реагируют. Реагируют означает соблазняются, хотят себе это иметь. Понимаете, о чем я говорю или нет? То есть только святой человек не способен, ну то есть действует по-другому. Все остальные ломаются, ломаются. Поэтому когда, так как у нас в обществе принято, что женщины открыто смотрят на мужчину, улыбаются и, ну то есть открыто соблазняют друг друга. Женщины соблазняют в открытом мужчину. Они утверждаются так, утверждают себя в жизни, они смотрят на всех, смотрят, сколько среагировал мужчин за день. Читают. Вот. Ну то есть, так как это есть в нашем обществе, поэтому мужчина иногда у него срывает крышу. Ну не срывает, а так раз среагировал. И когда он видит опять жену, вот смотрите, как работает система, он видит жену, у которой очень верный и твердый взгляд, ему сразу становится не по себе. Знаете, как кошка, когда знает, чье сало съел, понимаете, вот такая. Ну такая, знаете, ну как тяжело уже это становится. Она смотрит на него и у нее сразу как. Понимаете, и совесть начинает душить ему сразу, смотри. И он думает, блин, зачем я посмотрел. Ну то есть ему плохо становится, тяжело от этого. Понимаете, как работает система самосохранения семьи. Вот теперь просто сдиагностируйте женщину. Кто из вас сказал себе в сердце? Я бы могла себе найти и получше. То мужчина есть в паспорте его фамилия, которую вы хотите принять по этой причине, что хотите быть верным. Раз у меня твоя фамилия, я твоя, понимаешь? Я твоя. Вот для этого женщина меняет фамилию. Это еще одно доказательство. Для нее самой же, что она его. Это доказательство. При этом она меняет фамилию. Понятная система, да? Способ удержать семью, сохранить семью для женщин. Сила так работает женская. Через это. Своя фамилия не нравится. Ну, бывает, но он хочет взять жены фамилию. Ну, нормально, значит, у них тоже одна фамилия получается. А? Пускай она будет не одна. Могут быть разные фамилии. Ничего страшного. Я просто объясняю, почему женщина меняет фамилию. Не надо категорично смотреть на жизнь. Хватит женщина не меняет. Хватит меня. Допустим, у нее фамилия, а древнего рода какого-то. Она сохраняет. На результат влияет, конечно. Если вы фамилию поменяли, то у вас уже внутри будет больше гарантии, что вы скажете себе, я буду жить с этим человеком. Это моя судьба. Я не могла бы найти себя получше. Это моя судьба. И знаете, что всегда, когда женщина вышла замуж, это ее судьба. Когда она не смогла с ним жить, с этим человеком, это не судьба. Это не сдавший экзамен. Потом, следующий мужчина, это судьба и не судьба, это тоже судьба. Бог дает второй шанс. Вторая попытка. Надо менять оплату, да. Зачем? Ну, потому что, если вы смотрите, развод сам по себе ничего не меняет. Вот, допустим, мужчина ушел, другой женщина, он развелся с вами, ничего не меняется. Вы еще не сдали свой экзамен. Вам надо еще где-то поставить со сроком хотя бы год. Молиться и ждать его назад. Его может признать ему, а если у вас судьба не такая тяжелая карма, то вы как бы сдаете экзамен все-таки экстерным. И он возвращается назад. А если вы не хотите, чтобы он возвращался, значит, вы получите по шее. Значит, вы не хотите сдавать свой экзамен. Микрофон, вот вы не выполняете свой экзамен. Если человек заговорил, надо сразу держать к нему микрофон, давай. Видите, мужчина немножко приторможен он все. Когда мальчик рождается, он маленький, ему 5 лет. Девочка в 5 лет все знает, все, что происходит. Какие отношения между мамой, папой и бабушкой, как себя ведет дедушка, она все знает. Все в курсе. А мальчик в 5 лет он. Кусать хочешь? Может, не хочешь? Гулять хочешь? Все, понимаете, то есть, мужики они такие приторможенные всю жизнь. Женщина ориентируется в простанстве 5 раз лучше. Вот смотрите, жена в комнату заходит в квартиру, она видит, где носки мужа лежат, где что происходит, все, она сразу, она в одну секунду все знает, что происходит в квартире. Муж нашел в квартиру, он что-нибудь видит, ничего не видит. Он что, видит, где жрать, и все, больше ничего не видит. Все замечает мужчина. Значит, и жена замечает, и муж замечает. Значит, оба замечательные. Это нормально, моя сестра знает. Итак, поняли, да, ответ на этот вопрос? Менять фамилию, не менять? Сами решите, это просто помогает быть верным. Все. Не могли иметь детей. 5 лет назад развелись с мужем. По его давлению, по его. Не могли иметь детей. Как иногда почерк тяжелый, не могу. Сейчас осознала, как он мне дорог. Все это время пытался его вернуть. У него нет желания жить больше семейной жизнью. Хочу усыновить ребенка. Боюсь, что не решусь сделать это одна из него. Видите? Как получит, говорит. И поэтому я хочу с ним. И поэтому, и поэтому хочу с ним, и поэтому. Значит, послушайте, мои хорошие. Человек дается в жизни на какое-то время. Если экзамен не сдан, дальше Бог может уже оторвать от тебя этого человека. Если ты чувствуешь, что у тебя с ним осталось связь, это влияние духов. Сейчас объясню, как это происходит. Вот смотри, человек о вас забыл. Прошло несколько лет. Должен ли он вернуться назад? Скорее всего, нет. Точнее, 100%, что нет. Или 99%. Но почему человек чувствует, что он должен вернуться? Потому что между ними, когда люди создают отношения, между ними начинает функционировать определенное существо на тонком плане. Это существо предназначено для того, чтобы настраивать нас друг на друга. То есть это тонкие сущности специальные. У них такая, как бы... На тонком плане есть разные формы жизни. И, допустим, человек гневается, дух влияет на него. Мы полюбили друг друга, тоже какой-то дух включился в это. Эти духи, они как животные. То есть они не имеют разумного... У них нет разума. Они вот живут как животные, понимаете? Они просто включаются в отношения. Они предназначены для того, чтобы их поддерживать, эти отношения. И вот, допустим, одного человека отрубило, он ушел. У него же другая жена, но у него свои там отношения. Этот дух, который остался без питания с обоих сторон, он начинает душить одного человека. Он образ вызывает у человека в голове, что тот меня любит, он обо мне думает. И человек начинает таким образом всем доверять. Он начинает жить в иллюзии. Как можно вообще с ума сойти? Надо просто знать об этом, что вот это вот чувство, что он меня ждет, что он как скоро вернется, это иллюзия. Это не является объективной информацией, это просто влияние голодного духа, который тебя мучает в это время. Как определить, вернется или нет? Позвоните ему, поговорите с человеком. Просто спросите, как дела, как жизнь? Вообще, есть у тебя планы возвращаться на зал? Он может ответить в твоих вариантах. Или он может сказать, я подумаю, это значит, есть планы. Или он может сказать, нет никаких планов, я уже все, как бы у меня другая жизнь, другая жена. Это надо доверять людям, понимаете? Вы же с ним прожились столько лет. Почему вы не верите этому человеку? Почему вы думаете, что он вас обманывает? Если он говорит, у него нет планов, значит, у него нет планов. Но человек тупо верит, и он начинает объяснять себе, так, я хочу ребенка на воспитание взять, но одна не потянула. Именно поэтому я хочу его назад, Олег Геннадьевич. Какая разница, почему вы хотите? Вам уже не положено все. Вот поэтому письмо и чувствую, что просто влияние духов идет. Уже не положено человека назад, все, надо успокоиться. Это называется жадность, это не любовь. Любовь — это взаимное чувство. Что такое любовь? Бог соединил два человека вместе, и люди начинают служить друг другу, у них появляется первая способность терпеть друг друга недостатки, потому что у всех людей очень много недостатков, и терпеть очень трудно всех людей, любых. Не бывает такого, что женщина такая хорошая, что терпеть недостатков нечего. Это святая. Все женщины одинаковые, у всех женщин куча недостатков, и все эти недостатки будут мучить твое сердце. Обязательно. Это закон. Просто сначала девушке такие кажется, что они вот прям ангел, все. Это просто специально, чтобы мы женились. Иначе вы дети даже не рождались бы вообще. Вот мужчина тоже такой, как бы, я не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. Ну, то есть, сначала все такие, ну, прям такие вот, красивые душой, а потом как начинают вытворять. Это нормально, это обычное дело. У всех одинаково. Ничего не надо думать, что у меня исключительный случай. У всех все одинаково. Я тысячи семей уже изучал историю жизни, и все одно и то же. Почему одни люди живут друг с другом, а другие нет? Потому что одни душой трудятся, другие ленивые душой. Не хотят трудиться. И что такое труд душой? Принимаю недостатки человека. Вот это труд, душевный труд называется. Принимаю недостатки человека. Это первая капелька любви пришла в сердце. Вторая капелька начинаю видеть чистое и светлое, несмотря на недостатки в человеке, несмотря на его выкаблучивание. Это вторая капелька любви, называется уважение. Дальше человек чувствует, что очень много хорошего у него, потому что уже много благодарностей, и раскрываться начинает качество в отношениях друг с другом. Люди начинают понимать друг друга, уже чистоту друг друга. Это называется верность уже, появляется любовь, уже пошла. И последняя капелька — это искренность, когда люди уже так очищаются в отношениях, что они очень глубокие вещи могут друг другу говорить, и они вместе идут духовной дорогой. Такие люди уже не расстаются в следующей жизни. Они дальше опять рождаются вместе, идут дальше вместе опять. Вот это и есть любовь намного жизни вперёд. Когда сдали экзамен, оставайтесь вместе, пожалуйста. Экзамены не сдали, Бог разлучил. Нашёл другую, ушёл, ушла, бросила. Разные варианты. Не сдали экзамены. Надо пытаться вернуть год где-то, пытаться положить силы, молиться, возвращать человека. Не вернуться. Теперь что надо делать? Сказать себе, «Всё, достаточно, всё остальное — это обман». Дальше надо просто желать счастья человеку, переводить отношения на высокий план. Сейчас объясню, что это такое. Вот смотрите, если я, допустим, к какой-то девушке отношусь со светлым чувством. У меня светлое чувство у какой-то девушки. Чистое светлое чувство. Дай Бог тебе хорошего мужа. Дай Бог тебе, чтобы всё было у тебя хорошо. Я изменяю жене или нет в это время? Это любовь? Любовь? Ну, отвечайте на вопрос. Любовь или нет? Это любовь. А пытайтесь понять — это любовь. Но здесь нет измены. Потому что в этой любви нет ничего плотского. Нет корысти. Поэтому переводите, передведите вашу любовь, сожгите ваши отношения корыстные в своём раскаянии, в своём прощении и желании простить. Понимаете? Вы сами прощаете и прощаете его тоже. Ну, то есть, он вас прощает. Ну, как бы, раскаивайтесь и просите прощения у него. Вот эти два процесса надо совершить. И когда вы совершили эти два процесса, что происходит? Любовь остаётся, она никуда не делась. она становится чистой и бескорыстной. Это означает, что ты радуешься, что у неё всё хорошо или у него всё хорошо. И с этого момента сердце успокаивается, потому что сердце почему ноет? Потому что не знает, что делать. С одной стороны, были отношения, и как бы с ними не знаешь, что делать, они уже всё, уже мне не положены. А с другой стороны, хочется чистого, светлого, не хочется ничего лушить, рубить не хочется. Рубить не хочется, отношения не хочется тоже портить. Но они не положены уже отношения. Видите, вилка какая. Что делать? Вот эту молитву совершать, раскаяние, весь год это делать, но при этом ждать человека. А потом, когда вы уже подготовили своё сердце, вот прошёл, он не вернулся, допустим, а может и вернётся. Но если не вернулся, значит всё, до свидания. Экзамен не сдан, ты выгнали из института, поступай в другой. А если я хочу в этот вернуться, а там нет уже всё, там в этом институте такой закон, выгнали, больше поступить не можешь. Ищи другой. А я хочу этот, это означает, что вы скупой человек и жадный. жадные люди остаются в одиночке. Я хотел с этим, хотел с этим. Если хотелось с этим, надо было тогда сдавать экзамен, когда сдавала. Сейчас уже всё, до свидания. Год прошёл, не вернулся. Значит, надо к этому времени уже выработать в себе чистое, светлое чувство, к этому человеку. Сердце должно успокоиться, оно станет успокоенным и откроется новый путь в жизни. Человек поймёт, что вот надо идти дальше, дорога успокоится, идти своим путём. А если у нас общий ребёнок, ну, значит, у вас уже общий ребёнок, вы больше экзамен ещё не сдали. Значит, надо сотрудничать вместе, давать возможность этому человеку, общаться с ребёнком. если он нагреет, наказывать его. То есть, какие-то отношения надо поддерживать. Но при этом чистое, светлое чувство испытывать и искать себе другую семью, другую жизнь. Понимаете, о чём я говорю, или нет? Вот эта женщина говорит, я хочу только с этим, хочу только с этим. Это упрямство. Вы говорите, нет, это любовь. Нет, это не любовь. Любовь — это взаимное чувство. Любовь между мужчиной и женщиной — взаимное чувство. Если у вас любовь к нему, отпустите его. Дайте им возможность жить с тем, с кем он хочет жить. Это любовь. А если вы хотите его в себе любой ценой, это не любовь, это просто упрямство и капризы. Перестаньте упрямиться и капризничать. Примите жизнь такое, какое она есть. Не всегда человек сдает свой экзамен. Иногда Бог наказывает, даёт пинька под зад. Он не всегда наказывает и назад манит. Иногда пинька под зад даёт, чтобы потом помнило, как надо жить и помнило, что экзамены надо сдавать свои. Если человек упрямый, он останется один. Упрямые люди остаются один. У меня сердце лежит только к этому человеку, я могу только с ним жить. Твои проблемы. Это означает, что ты капризная и упрямая, больше ничего и не означает. Молись, очисти свое сердце, дай ему жить возможность, как он хочет. Когда ты ему дашь возможность, как он хочет жить, Бог тебе даст тоже возможность жить, как тебе надо. Сдай свой экзамен, пусти человек. Дай возможность ему лететь в своей дороге. путь благородный. Я с мужем разошлась. Когда сыну было три года. Не разошлась, а бросила. Разошлась. Дали не бросать, говорит, разошлись. Когда их бросать, говорит, меня бросили. Меня муж бросил. Я сама бросать, говорит, разошлась. Ты признайся, что произошло с семьей в сердце. Если ты признаешься, Бог милостивее будет уже. Сейчас ему 29 лет. Но в последнее время сын стал грубить. Мало со мной разговаривал. Что мне делать? Что делать? Дорожу с сыном. Пора прорубать дорожку. Дорожка заросла, правой. Сердце, когда мы сердце не чистим, зубки в сердце не очищаем, то зубки в сердце жалеют и дорожка зарастает, ротик зарастает дремучим лесом. Уже не то, что там гонь идет, а уже там папоротник растет. Понимаете? То есть мы когда сердцем не занимаемся, с сыном вот каждый день если в сердце в своем молитве очищать дорожку, я как бы молюсь о Боге, так как я привязан к сыну, я Богу молюсь постепенно, в этой молиции я вижу, что чистое светлое исходит от возвышенной личности и при этом я вспоминаю свой сын а почему? Потому что я к нему привязану. Что значит вспоминаю? Это значит из моего водоемчика течет ручеек в этот водоемчик, водоемчик с жизни сына, в его сердце, из моего сердца в его сердце. Я молюсь, водоемчик постепенно очищает отношения, дорожка, ручеек очищается, он заходит в водоемчик, там все очищает и в конце молитвы у меня чувство, что у меня с сыном нормальные светлые отношения. Каждый день это надо делать, очищать отношения, потому что сами по себе не загрязняются. И все время кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. Надо ниточку завязывать сыном. А ведь иначе делать заросла травой дорожка. Рубить начал. Мало меня и мало со мной разговаривает, то дорожка завоста паутиной. Что делать? Трудиться в сердце своем. Сначала вы почувствуете к нему хорошее чувство, потом вы сможете с ним общаться, второй этап. Сначала вы очистите свой водоемчик, из него потечет к сыну. Потом потечет, дотекло, до его водоемчика уже можно общаться, потому что связь произошла. Вы можете с ним разговаривать, но он не может, потому что у него там непорядок в водоемчике. Дальше молитесь, его водоемчик очищается, он уже начинает меняться и начинает с вами разговаривать уже. Вот так человек должен жить в отношениях со всеми людьми, не имеет значения. Он должен сначала сердце очищать отношения, потом они внешне начинают очищаться. людей schwer allo первым людям покажу. потому что они не эмоциональные. Да, вот с вами, да. Вот смотрите, вы вчера, когда на меня смотрели, у вас меньше было доверия. Подозрение было. Кто такой, может, агент какой-то тайный? Я думаю, что и сейчас подозрение осталось. Думаю, что и сейчас... Больше доверия. Больше доверия. Понимаете, что произошло? Я дорожку протаптывал, понимаете, к этому человеку, потому что он для меня дорог. Он пришел, смотрит на меня, думаю, Господи, какой хороший человек, целых три часа меня слушал. Я дорожку протаптываю, 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 протаптываю. У него же больше доверия. Понимаете, это труд. Я просто тружусь, понимаете. Я сижу и протаптываю дорожку просто, и все. Так я то же самое вам предлагаю делать. И хоть, допустим, мы не знали друг друга никогда, но я протаптываю все равно дорожку. Почему? Потому что для меня все люди дороги. Почему я должен кого-то кем-то пренебрегать? Человек пришел, слушает меня три часа целых. Это же очень, очень благодарность большая должна быть у меня в сердце. И я протаптываю дорожку. Но если я чужой человек, понимаете, всего один день прошел, и человек говорит, уже доверия больше. Ну так почему вы не думаете, что не будет доверия больше близкому человеку, если вы дорожку начнете протаптывать к своему родному сыну? Надо уж сердцем трудиться. Чего мы делаем-то? Мы говорим, Олег Геннадьевич грубит. Ну что это значит грубит? Это значит, что у вас дорожка заросла. Сердечко свое возьмите, простите его сначала за то, что грубит в молитве. Смотрите на святого человека, молитесь, у вас раз придет прощение в сердце, потому что святость дает такую силу. Потом дальше начните думать о том, что я виновата в том, что так произошло. Примитесь в ситуацию судьбы. Потом дальше почувствуйте, что он хороший парень. Вот я сейчас протаптываю эту дорожку. Эта женщина меня попросила, протаптываю. Начал видеть этого человека. Вижу, что он очень занят, много работает сейчас. Чей сын, поднимите руку. Согласны со мной? Да. Он очень занят, много работает сейчас. Но это еще не все. Вы его просто достали своим желанием наслаждаться его счастливой жизнью. А у него сейчас тяжелый период, у него нет счастья сейчас. Почему нет? Потому что так положено. Им положено сейчас напрягаться, трудиться и страдать. А вы хотите наслаждаться его жизнью. И так как вы хотите наслаждаться его жизнью, это не означает, что вы его любите, мои хорошие. Это просто эксплуатация. Так как вы хотите наслаждаться его жизнью, В результате он напрягается, понимаете, ему плохо от этого становится, он чувствует себя несчастным от этого, и поэтому начинает грубить. Я сейчас увидел эту дорожку и показал вам объем работы. Вы хотите, чтобы я за вас очистил путь, или вы сами будете это делать? Спасибо вам за это. Спасибо. Получать свой жизненный опыт, каково предназначение людей к синдромам Дауна, я уже ответил на этот вопрос. Предназначение просто прожить здесь какое-то время и уйти на высшую планету. Поэтому они не получают интеллекта, потому что им это не надо, им надо просто отстрадать здесь чуть-чуть отстрадать. Им надо сдавать экзамены, и уже их сдали. Сдавать экзамены тем, кто получил их в сыновья. Как? Да, давайте. Когда мы садим экзамены на морозитке, тоже недоразвитим? Маленький мой хороший, мы сейчас недоразвитим. Когда мы садим экзамены, мы станем доразвитим. У моего супруга, у него сын, у него тоже не дразит это там, но он очень сильный и бездобный. Это означает, что в прошлой жизни ваш родственник очень агрессивно себя вел, а может даже в этой. И он так серьезно наказан. Он может с помощью молитвы вообще не обращать внимания. Я знаю родителей, у ребенок так ведется, а вот у меня много таких лечится людей. Ребенок ведется, а они вообще даже не обращают внимания, неспокойно к этому относятся. Понятно, что они уже сдали свой экзамен. Какие бы экзамены ни сдали, все их можно сдать. А ребенок что делает? Ребенок в обществе не может, ну, как бы, себя отбирать совершенно, если условно какой-то не сильно... Можно лечить его, лечить. Есть, вот допустим, мой метод позволяет убрать. У меня есть случай, могу вам привести этот пример. Мне пришла женщина лечиться с ребенком, у него эпилепсия и очень агрессивное поведение. Я бы даже в буквальном смысле слова, он меня обзывал во время приема. Просто обзывал меня. Вот. Но интересные вещи произошли. Мы поставили корову, прочистили каналы тонкие, у него прошла эпилепсия. Через где-то год лечения прошла эпилепсия. И он приехал, когда через год, мы его не узнали. Он вел себя спокойно, смиренно, вообще не ругался. Иногда механически, вот знаете, как труба, допустим, вода не идет из крана. Можно же разные гипотезы, как бы, предполагать, что оказывается, эта соседка, она прокляла, и даже волос нашли на пороге. Что соседка прокляла, и кран забился, поэтому. И в результате, как бы, теперь воды не будет у нас никогда, потому что проклятие соседки воды не будет. Можно просто вызвать сантехника, который зовут Олег Геннадьевич, он просто возьмет трубу, пробьет. Механический процесс, понимаете, просто пробить тонкую трубу, тонкий канал, и вода пошла. Чудо, чудо. Да не чудо, просто трубу пробили, и все. Иногда люди все усложняют, понимаете. Иногда просто есть болезнь, ее надо вылечить, и все. Не надо из запора делать философию, понимаете. Но так как мы не знаем, что есть тонкие каналы, и не знаем, что вот это гнев безудержный у ребенка, означает просто есть болезнь на тонком плане, ее надо вылечить, и все. Но у нас нет знаний, поэтому так мы себя ведем. Есть такая притча по этому поводу. Крестьяне возделывали поле и никогда не видели арбузов. Когда вырос арбуз на поле, они подумали, что это неопознанный летающий объект. И они все испугались, как-то сидели, попрятались, и пришел мудрец. Он взял, разбил этот арбуз и сказал, живите спокойно, и дал им его скушать. Они съели, когда арбуз, они посчитали его гуру, наставником, и начали им поклоняться. Так возникает слепая вера. Из-за того, что нет знаний. Допустим, люди от природы способны чувствовать судьбу друг друга. Это природная вещь. Немножко потренировался, уже можешь это делать. Природная способность человека также видеть болезни, чувствовать. Чувствовать связи плохие. Когда человек проявляет эти способности, то некоторые люди начинают смотреть на него, как на мессию, и начинают ему поклоняться. Это признак глупости. Потому что эти способности естественным образом даны человеку. Просто так же, как игра на пианино. Можно развивать эти способности или играть на пианино. Развиваешь эти способности, начинают чувствовать эти вещи. Это естественным образом. Но некоторые люди хотят, чтобы им поклонялись, поэтому мне придумают такую историю. Не мол, мне по башке ударило, у меня открыли способности. Понимаете? Не слушайте таких людей. Это обманщики. Потому что они просто выдумывают для того, чтобы им поклонялись. Это признак глупости. Те, кто поклоняются. Арбуз увидели, испугались. Потом кто-то разбил арбуз, накормил, все, теперь мессия. Это естественная вещь. Арбуз естественная вещь. Что он большой и быстро растет, тоже естественная вещь. Что он сладкий, тоже естественная вещь. А вот то, что люди поклоняются чуду, это признаки глупости. Потому что нет чудес в этом мире. Нет знания законов. Просто все. Служить святому человеку в молитве. Как это получается? Кто задал вопрос? Примите. Как это получается? Не бойтесь, я вас не съем. Я сейчас объясню, как это получается. Ну, кто хочет, чтобы я поговорил с ним на эту тему? Давайте вот девушку. Вот смотрите, женщина, да. Вот смотрите, вот вы, допустим, слушаете мою лекцию, да? И чувствуете, есть что-то хорошее во мне, так? Это означает, что вы почувствовали какую-то часть святости. Вот вы сейчас когда ответили на вопрос, да, я увидел в этом вопросе одновременно доброту, веру, веру, какую-то верность. У вас также есть очень какая-то справедливость в сердце, деликатность. Очень много чего я почувствовал сразу просто от одного звука. Понимаете? Это означает тоже святость. Вот как поклоняться святому человеку в молитве? Надо просто... Что такое? Вот мы с вами разговариваем, это отношение. Молитва — это тоже отношение. Я просто начал, допустим, с вами разговаривать, почувствовал отклик и почувствовал вас как личность. У вас много хорошего внутри. И это естественно почувствовать, даже если человек общается с тобой через изображение. Вот просто его нарисовали, лик, через лик можно контакт установить с человеком. И также почувствовать хорошее, как мы с вами друг другу чувствуем. Вот это ради того, чтобы это хорошее чувствовать в людях, и дана человеческая жизнь. Когда мы это начинаем чувствовать, то мы начинаем чувствовать также Бога. Потому что все вот эти качества, хорошие черты характера, это так же, как в зеркале отражается луч, так же и в нас, в искорках духовных отражается Бог. Понимаете, Он напрямую не может с нами общаться здесь, потому что мы наказаны разлукой с Ним, потому что мы не хотим Его чувствовать и видеть. Есть доказательства к этому. Когда слово Бог произносится, многие люди, они боятся этого слова. Может быть, это секта. Этот страх означает, не хочу видеть Бога, не хочу с Ним общаться. Из-за того, что у нас нет желания высшую силу, высшую истину почувствовать, поэтому мы и разлучены. Но через людей, через искорки, вот эти вот качества, характера человека, мы можем узнать, что есть истинное счастье, высшее счастье. Когда мы поклоняемся святому, это легче узнать. Но даже если человек чувствует в обычных людях эти искорки, он уже на правильной пути. Просто через святого больше идет, больше силы, больше солнца. Понимаете? Это значит, что он больше достоин поклонения. Понимаете, есть разные формы отношений с людьми, и надо выбирать правильную форму. Первое. Уважать человека нужно просто за то, что он для тебя что-то сделал. Например, мать и отец родили тебя. Надо их уважать уже всю жизнь. Потому что ты появился на свет благодаря им. Даже пусть они не хотели тебя рожать, там, не планировали, не имеет значения. Они родили, значит, ты должен их за это уже уважать. Дальше второй уровень после уважения. Дальше идет почтение. Почтение, это тоже вид как бы служения человеку. Почтение означает, что человек духовно старше. Родители не всегда Бога бывают духовно старше, и ты просто их можешь уважать. Но почтение означает, что ты слушаешь их слова и выполняешь, стараешься выполнять. И третий вид называется предание. Вот предание, этот вид осуществляется только в отношениях со святым человеком, который никогда не подведет. Святой означает наполненный Богом. Он уже выбрал путь. Это путь уже, который к Богу идет к солнцу, движется лучше. Не от солнца, а к солнцу. И ты, если за ним пристраиваешься, ты тоже будешь к солнцу лететь. Это его служение или просто уйти на него? Даже просто думать, это уже служение. Думать о чистоте человека, это уже служение. Потому что единственный ход служения, это контактировать с Божественным. Спасибо. Я желаю счастья всем другим и при этом служу святому, конечно. Потому что он поэтому и святой, что он хочет всем счастья. Цель его жизни какая? Дарить людям счастье. У него нет других целей жизни. Поэтому он святой. Ты даришь счастье, о нем думая, значит, ты ему служишь. Как это работает? Это работает так, что через вас, когда энергия счастья проходит, сразу за ним идет знание. Потому что веды говорят, смотрите о чем. Что все эти три энергии, счастье, знание и вечность, они связаны в одну цепочку. Если человек начинает правильно относиться к счастью, он не просит его себе, а начинает дарить его другим, то он становится проводником счастья. Как только он становится проводником счастья, Бог ему в сердце дает знание, как решить все вопросы в этом мире. Их несложно решить. Для этого надо правильный путь выбрать в жизни. И как только человек получает знание, он начинает чувствовать свою вечность, что он душа, что он живет не для того, чтобы квартиру построить, а для того, чтобы создать вот эти отношения, чистые, светлые с этим миром. Потому что эти отношения дают счастье немедленно. Смотрите, мы идем посленным путем. Для того, чтобы быть счастливым, мы строим квартиру. Потом дальше мы, когда квартира есть, надо ее мебелью наполнить. Мебелью наполнили. Дальше надо там что-то делать, чтобы быть счастливым. То есть мы все время обходим счастье, мы его будущее переносим. Вот когда у меня будет в квартире большой гости, тогда я буду счастливым. А сейчас что мне там счастье такое искать, в этой большой квартире одной? То есть, видите, мы всегда будущее счастья ждем в будущем. Но когда человек правильным путем идет, где счастье находится? Вот прямо здесь. Потому что когда мы делаем что-то Богу угодное, Бог — это источник счастья. Вот здесь есть сверхдуша или голос совести, и представительство Бога. Когда я делаю что-то правильное, сейчас говорю правду, у вас в сердце должно возникать счастье. Вы должны чувствовать в своем сердце, что вы что-то правильное слышите и что-то важное для своей жизни. Поднимите руку, кто это слышит. Это значит, что Бог откликается уже в вашем сердце прямо сейчас. И это значит, что прямо сейчас в этой счастье уже получаете. Не надо зарабатывать денег, не надо покупать квартиру, не надо занимать высокое положение в обществе. Прямо сейчас уже вы его получаете. Это прямой путь. И этот прямой путь дает возможность все остальное тоже иметь, потому что он улучшает характер. Через улучшение характера меняются отношения с людьми, появляются покровители, люди, которые реально могут тебе помочь в жизни, и они тебе устраивают жизнь уже. Они устраивают тебя на работу, которая лучше, находят тебе мужа, хорошего человека. Просто потому, что ты идешь правильным путем, у тебя появляются новые возможности в жизни. Понятно, как работает система? То есть правильный выбранный путь облегчает жизнь во всех отношениях. Поэтому материальная сфера — это не та сфера, которая должна, человек должен убиваться ради нее, приукладывать сверх усилия. Нужно работать ровно столько, сколько нужно для жизни. А все остальное время зарабатывать себе духовную силу, молитвой пробивать себе дорогу в жизни, внутреннюю. И это улучшит также материальные возможности, если вам так сильно это нужно. Если вы болеете, то надо просто обратиться к нам на сайт за бесплатной консультацией. У нас есть два консультанта, консультируют целый рабочий день. Вы не задавайте мне вопрос о лекарственной болезни. Там, ну, знаете, на сайте все вам расскажут, что делать, как, чего. Как наладить отношения с мамой. У нас разные видения жизни. Почему мы иногда как чужие? Как понять, что я хочу от жизни? Что такое отношения с мамой? Отношения с мамой вот здесь находятся, в сердце находятся отношения с мамой. У мамы свои взгляды на жизнь, у меня свои. Что такое отношения? Отношения означают, что я пришла к маме, просто подарила ей цветы, просто подарила ей улыбку, просто пожалела ее, просто покивала ей головой. Вот, допустим, у меня разные взгляды. Бывает так, что приходит ко мне человек, не хочет меня слышать вообще. Говорит, говорит что-то, я киваю головой. Проходит полчаса. Время консультации закончится. Я разы консультации раньше давал, частные, сейчас не дают, просто у меня времени. И может быть желание. Потому что я понял, что частная консультация, это просто медвежья услуга. Люди хотят частной консультации, потому что они хотят работать над собой. Они хотят, чтобы я решил сам их проблему. Они выманивают из меня, когда выйду замуж, когда устроюсь на работу. Я говорю, надо кто-то, кто-то делать. А все-таки, когда, Олег Геннадьевич? По судьбе вы уже видите, когда период плохой закончится? Я говорю, ну, плохой период закончится тогда-то. Закончится плохой период, женщина приходит ко мне, это реальный случай. Говорит, вы же обещали. Вот, три года прошло, я не замужем. У меня что, сейчас хороший период идет? Я говорю, да, хороший период. Что, на меня смотрят? Я говорю, да, смотрят. Почему я не замужем? А потому что ты ни хрена ничего не делаешь для того, чтобы выйти замужем. Вот ты не замужем. Что, Олег Геннадьевич, это не путь, с помощью которого можно замуж выйти. Ты должен открудиться в своем сердце для этого. Поэтому я не даю частных консультаций, потому что люди требуют от меня продолжение балета. А балет уже закончился. То есть, все есть в лекциях. В лекции слушайте, все там есть. Ваша жизнь вся расписана. Она у всех одинаковая с точки зрения знаний.